Анатолий Дмитриевич, житель хутора Усатого Балка. На прием граждан мужчина обратился с просьбой о капитальном ремонте сельского дома культуры. В этом году зданию исполнится 60 лет и с момента его основания там ни разу не было обновления. В скором времени ситуация изменится. Капитальный ремонт культурного центра хутора стоит в плане графики на следующий год. Уже выделили финансирование и осметили. Там получается сумма порядка 22,5 миллионов рублей. Деньги уже выделены и на сегодняшний день процедура уже сейчас проходит именно отбор подрядчика. Депутат Госдумы Иван Демченко акцентировал внимание на тщательном отборе подрядчика. Более того, анапские депутаты ЗСК посодействуют в благоустройстве прилегающей территории. Вы держите на контроле, мне подсказывайте и мы скоперируем наши возможности, чтобы сделать прекрасное место отдыха и снаружи, и внутри, чтобы люди получали эстетическое удовольствие. Следующий на прием граждан с вопросом обратилась жительница станицы Гостогаевской. Девушка заявила о необходимости строительства нового детского сада. Сегодня на территории станицы их два. Из-за постоянного прироста населения, в частности молодых семей, образуются очереди. Василий Швец сообщил, что земельный участок для соцобъекта на 140 мест определили. Профильный комитет ЗСК получил поручение оказать помощь по включению в возведение детсада в необходимую государственную программу. Кроме этого, на территории Гостогаевской также планируют построить школу на 1550 мест. На данный момент подготавливают проект. Семья большая, края большая, как говорит у нас губернатор. И самые главные потребности в этой семье решаются в первую очередь. Это школы, детские садики, сейчас поликлиники. Строим больше, чем период олимпийского строительства в Сочи. Впечатляют масштабы. Динамика уже набрана. Будем подтягиваться. Последней к парламентариям обратилась многодетная мама. Девушку волновал вопрос замены земельного участка на компенсационную выплату. Анапчанка получила необходимые рекомендации от сотрудников мэрии. Каждый вопрос очередного приема взят на особый контроль. Никита Васюхин, Михаил Григорьев. Анапа Регион. Рабочий визит спикера регионального парламента Юрия Бурлачко и депутата Госдумы Ивана Демченко продолжился в Большом зале мэрии курорта. Здесь прошла встреча с анапскими общественниками. Сегодня на курорте 165 квартальных, а также домовых комитетов. И как отмечают мэр Анапы Василий Швец, за ними стоят тысячи людей. Здесь вот собраны тот самый надежный тыл, надежный коллектив людей очень неравнодушных и искренне горячудливающих наш город, весь муниципалитет, все наши округа. Каждый день наши тосовцы, каждый день наши вокруг органов тос на передовой. И это подтверждает еженедельные субботники, какие-то мероприятия общественные, внутриокружные. Территориальное общественное самоуправление уже давно стало очень важной и значенной частью местного самоуправления, которое оценено уже и органами власти, и самое главное, те, ради кого мы это все делаем, оценено нашими жителями. Депутат Государственной Думы Иван Демченко выразил благодарность общественникам, отметил их сплоченность и дал обещание оказать в 2025 году традиционную материальную поддержку. Финалом мероприятия стала торжественная церемония. Руководители городских и сельских органов тос были удостоены заслуженных наград. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапридион. Свой танцевальный номер под названием «Фрида» творческий коллектив «Индэнс» под руководством Натальи Валетовой до совершенства доводил около полугода. В конце октября артистки вернулись с международного конкурса. Там девчонки дважды стали лауреатами первой степени с данной постановкой «Дома отдыхать некогда». В рабочем графике очередной фестиваль-конкурс, на этот раз межрегиональный. На сцену выходят с тем же привычным лирическим номером «Фрида». Танец передавал тяжелую судьбу мексиканской женщине Фриде Кало, которая очень много пережила в жизни, но она при этом не сдалась. Участие в подобных конкурсах дает очень многое. Когда придешь на конкурс, ты можешь показать свой номер, а также увидеть, как танцуют другие коллективы. То есть можешь посмотреть что-то и понять, как надо делать или как не надо делать. Межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства на высоте провели на базе нового Дома культуры села Суко. Проявить свои творческие способности в Анапу приехали более 10 коллективов из нескольких районов Кубани. На сцену вышли ребята различного возраста, но все с единым чувством любви к танцу. Танец оказывает положительное влияние как на мой организм, так и на мою личность в целом. То есть укрепляет здоровье, улучшает осанку, помогает поддерживать хорошую физическую форму, способствует формированию целеустремленности, терпения. Я считаю, что эти качества необходимы не только в танцевальной деятельности, но и в повседневной жизни. Также хочу особенно выделить, что занимаясь танцами, я ознакомлюсь с бытом и культурой, традициями, манерой того или иного кавказского народа. А с нашими руководителем и хореографом это дело становится еще привлекательнее. В рамках фестиваль-конкурса участники представили номера по трем номинациям – классический, современный и народно-сценический танцы. Оценивали выступления конкурсантов коллегия жюри, в состав которой вошли именитые деятели искусства. Помимо основной программы, эксперты восхитились условиями для занятий юных дарований. Честно говоря, очень удивлены, что в таких условиях, в сельской местности, построен такой замечательный дворец. И видно, что здесь работа ведется, ведется работа на высшем уровне. Конкурс живой, конкурс подвижный, он не статичный, без шаблонов, что называется, вот здесь и сейчас живую. По итогам фестиваль-конкурса участники в торжественной обстановке получили специальные дипломы. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Церемония закрытия третьего фестиваля индивидуальных творческих работ «Исповедь актера» прошла в Доме культуры «Молодежный». Ставшей традицией ежегодный фестиваль актерского мастерства – прекрасная возможность для самовыражения, поиска и обретения творческих открытий. Живое общение, обмен опытом артистов и режиссеров – главное достижение фестиваля. Фестиваль постоянно растет, развивается. В этом году порадовалось, что очень много различных участников из других городов. В Анапе у нас актерское мастерство постоянно растет, появляются новые театральные коллективы, мы знакомимся с их творчеством. И действительно очень рады, что ценят и любят такой прекрасный вид искусства, как театр. Один из дней фестиваля был объявлен Днем художественного слова, в котором приняли участие юные и взрослые актеры театров. Король его величества просил ее величества, чтобы ее величество спросило молочницы. Нельзя доставить масло на завтрак королю. Спектакль оценивал экспертный совет фестиваля, в составе которого были режиссеры любительских театров и деятели культуры и искусств. В этом году очень много талантливых детей, прекрасные режиссерские работы. Если судить художественное слово, то очень много талантливых детей с хорошим поставленным голосом. И это действительно радует. Бессменным партнером ежегодного творческого фестиваля выступает благотворительный фонд «Берег жизни». Многие творческие коллективы Анапы получают поддержку от фонда. Очень хотелось бы, чтобы наш город Анапа, это стало таким театральной меккой юга Краснодарского края, чтобы Анапа ассоциировалась с творчеством, с театром, с культурой. В рамках фестивальной программы состоялись показы спектаклей анапских театров. Деятели искусства были награждены дипломами в разных номинациях. Так, современный спектакль «Жизнь без прекрас» был отмечен в номинации за самобытное воплощение характеров персонажей. Я думаю, что настоящий театр – тот, который играет в современные пьесы. Надо современность всё-таки не бросать, потому что из современности потом и выйдет классика. Откуда она выходит? Из современности. Возьмите Островскую. Он писал о чём? О современном ему человеке. И стал классиком. Анна Станкевич, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.